Привет! Я занимаюсь созданием видео уже довольно много лет. Мне нравится этим заниматься. И, как вы знаете, я делаю ролики на самые разнообразные тематики. Я не могу делать видео на какую-то одну тему. И, конечно, я понимаю, что моей аудитории не может быть интересно всё сразу. Кому-то интересны ролики про игры, кому-то отдельно про гонки, кому-то про мультики, кому-то про кино, кому-то про кинопроизводство, про специи визуальные эффекты. Ну, а кому-то, может быть, всё сразу. И меня много раз спрашивали в комментариях, в личке, просто люди знакомые, почему я не завожу себе патреон или какой-то его аналог. Я считал, что мне это не нужно, потому что ролики, в принципе, собирали довольно-таки неплохо, хорошо. Иногда даже охеренно. И денежек с них и морального удовлетворения мне вполне себе было достаточно. Но сейчас, как вы, наверное, уже заметили, времена меняются. Времена меняются. Ютуб изменил свои алгоритмы. И теперь не только у меня, но и у многих ютуберов, которые занимаются этим уже много лет, заметно просили просмотры. С чем это связано, хрен его знает. Может быть, Ютуб просто не хочет платить авторам. Может быть, это связано с переизбытком контента, когда его стало просто вот слишком много. Но то, что ролики начали собирать заметно меньше просмотров, это факт. Несмотря на то, что я делал ролики на самые разнообразные тематики, все они, в своем большинстве, очень даже хорошо, отлично собирали. И знаете почему? Система рекомендаций. Как вы можете видеть по данным аналитики, большая часть просмотров на эти видосы пришла именно из рекомендаций. Даже если моей целевой аудитории эта тема была не особо интересна, то рекомендации делали свое дело. И я очень рад, что этот видос отлично собрал, этот собрал, и особенно этот самый сложный и самый длинный ролик у меня на канале. Сейчас это так больше не работает. Рекомендации перестали продвигать мои ролики. И если целевой аудитории эта тоже тема будет неинтересна, то, как следствие, видео может и 10 тысяч не набрать. А еще уведомления. Уведомления тоже перестали адекватно работать. И они могут просто не присылать его. И зритель, если он вот не проверяет постоянно ленту, он об этом не узнает. И вы можете зайти ко мне в сообщество, почитать комментарии, и вы найдете кучу сообщений о том, что им не пришло уведомление. Так что можете попытаться сделать то, о чем уже другие блогеры не раз говорили. Отпишитесь от канала и переподпишитесь на него, и включите все уведомления. Я хер его знаю, поможет это или нет, но мне кажется, что хуже точно не будет. Да, я получаю прибыль с канала. Да, это не основной мой заработок, но когда видео, над которым ты работал очень много времени и потратил очень много сил, и оно не собирает даже и 10 тысяч просмотров, при наличии на канале 120 тысяч подписчиков, это очень так демотивирует и заставляет задать себе вопрос, а зачем мне вообще этим заниматься, если это увидит, грубо говоря, всего полтора человека? Особенно если смотреть на фоне ранних просмотров. Это выглядит как смерть канала, а мне этого не хочется. Да и вам, наверное, тоже. В общем, я все же решил поступить так, как мне многие советовали, но я этого не делал, потому что я... Я... Я тупой. Я решил завести себе спонсорство, но не Patreon, а несколько другая штука, тоже это русский аналог, но он тоже довольно хороший, и очень многие известные блогеры им пользуются. Сначала я думал вообще убрать рекламу из роликов, но перед этим все-таки решил спросить в сообществе, как им вам такой вариант. И к моему удивлению, люди написали в комментариях, что они... Их не смущает, чтобы было и спонсорство, и обычная реклама, так что окей, реклама остается. Вы все равно ее проматываете. Лайк за честность. Так вот, спонсорство. Так делают многие креаторы, и это позволяет им не зависеть от рекламодателей, от частоты выхода видосов, от просмотров, и они могут сосредоточиться на создании контента именно вот в угоду качества. Поэтому мы так и поступим. Ваша поддержка даст мне дополнительную мотивацию и возможность для реализации идей, которых у меня полным-полно. У меня есть наработки роликов, на создание которых требуется несколько недель. Вот банально, чтобы сделать ролик про сериал, нужно этот сериал либо пересмотреть, либо впервые посмотреть. И как бы за один день этого не сделаешь при всем желании. И у меня уже в процессе вот два ролика на эту тему потихоньку доделаются. Блин, я до сих пор хочу снять несколько короткометражных фильмов, но на их реализацию нужны силы, время и самое главное, деньги. Три года назад я снял одну короткометражку, первую полноценную, так сказать. Пересматривая ее сейчас, я вижу, что она вышла не самой удачной, но, судя по реакции, для первого раза вполне себе неплохо. И у меня еще куча сценариев, которые я хотел бы воплотить в жизнь и доказать не только вам, но и в первую очередь самому себе, что я могу сделать что-то по-настоящему годное и по-настоящему оригинальное, а не только делать обзоры и анализы, которые тоже, хоть и авторский контент, но он все равно на чем-то основан, на чем-то другом. А вот фильм, пускай и короткометражный, это по-настоящему оригинальный контент. Вот просто посмотрите, это наброски проектов, которые я вот как-то так химичу иногда в свободное время, когда не знаю, чем заняться, но это никуда не выруливает, потому что я понимаю, что у меня нет нужных средств на нормальную реализацию, а я не хочу, чтобы это выглядело как кусок говна, извините. Ну и касательно обычных обзоров, у меня есть идея для нового пилотного шоу про кино. Как мне кажется, идея вполне себе неплохая и ваша поддержка будет как нельзя кстати. И вы одними из первых сможете это увидеть и оставить ваши замечания и предложения в комментариях. Что ж, итог такой. Да, ролики у меня начали собирать гораздо меньше, чем раньше, но по вашим комментариям и по вашим оценкам я вижу, что вам нравится то, что я делаю. И если вы хотите поддержать меня, чтобы я мог спокойно, без волнений выпускать как такие регулярные, так и более сложные видосы, требующие гораздо более продолжительного продакшена, так сказать, то, пожалуйста, поддержите меня на Boosty. Это русский аналог Патреона, и многие известные блогеры пользуются. Вот, допустим, из моих знакомых там сидит Джош Зо, который озвучивает ностальгирующего критика. И да, это мой голос там озвучивает персонажа Малкольма. За вашу поддержку вы будете получать доступ к роликам на сутки раньше, без рекламы. Список поддержавших будет отображаться в начале или в конце ролика, и вы будете получать эксклюзивные различные плюшки, которые я уже придумал. Остальные условия и бонусы, которые вы получите за поддержку, находятся в описании к этому ролику. Если вас будет достаточно много, то я смогу спокойно уйти с основной работой и посвятить всего себя каналу и созданию контента. Но даже если вас будет немного, даже если из этого ничего не выйдет, ролики по-прежнему будут выходить. Но да, скорее всего, с большими интервалами и с меньшим энтузиазмом, потому что как бы там авторы не говорили, а делают они это не столько для себя, сколько для других. Делали бы и только для себя, не выкладывали бы в сеть. Да, я хочу, чтобы мои работы увидели и оценило как можно большее количество людей. Но еще раз повторюсь, если вам нравится, что я делаю, если вам правда нравится, что я делаю, то только тогда оказывайте мне финансовую поддержку, и я буду этому очень рад. Ну, а на этом все. Спасибо за ваше внимание. Все ссылки есть в описании. Работаем!